Здравствуйте друзья! В этом обзоре мы с вами познакомимся еще с одним ZigBee устройством от BlitzWolf. Это инфракрасный датчик движения со встроенным аккумулятором. Также как и недавно рассмотренный нами датчик открытия, он предназначен для использования в приложении BlitzWolf, которое является клоном системы Tuya Smart и отлично поддерживается интеграция ZigBee 2MQTT, работу с которой мы с вами и рассмотрим. Модель BV-IS3, протокол ZigBee, дальность сработки 6-8 метров, угол обзора сенсора 110 градусов, аккумулятор 500 мАч, порт для зарядки microUSB. Оформление коробок устройств умного дома от BlitzWolf стандартное, крупным шрифтом на белом фоне номер модели и белое лого на зеленом фоне. В комплекте датчик движения, комплект крепежа, зарядный кабель, кусок двустороннего 3М скотча и инструкция. То есть датчик можно крепить двумя способами, при помощи двух саморезов, тут понадобится сверлить стену, или просто на кусок двустороннего скотча. К достоинствам датчика относится встроенный аккумулятор, нет необходимости в замене батареек, хотя это нужно совсем не часто. Своим видом датчик напоминает шарик для пинг-понга, поставленный на ножку с широким основанием. Сам сенсор движения скрыт под непрозрачной белой полусферой. На условно задней стороне находится разъем для подключения кабеля питания microUSB, переключатель включить-выключить и кнопка сброса. Соединение датчика с ножкой позволяет направлять его в разные стороны, а не только перпендикулярно поверхности, на которой он закреплен. Это соединение разборное и держится при помощи пластиковой гайки, не стоит прилагать к ней больших усилий, чтобы не сломать. Как и датчик открытия, сенсор движения продолжает работать при подключенном внешнем питании, что позволяет при возможности запитать его стационарно. Сравнительно с более привычными датчиками движения экосистемы Xiaomi, герой обзора просто огромный. Думаю, что он мог быть бы и покомпактнее. Датчик поддерживается интеграцией ZigBee2MQTT. Удобнее всего управлять ей при помощи другой интеграции ZigBee2MQTT Assistant, она очень наглядная. Включаем режим подключения новых устройств, и после этого включаем датчик движения и держим кнопку сброса, пока красный диод под передней полусферой не начнет моргать. После этого датчик появится в системе. Он прокидывается всего с двумя сущностями. Картинка с изображением датчика имеется в библиотеке интеграции. Через режим MQTT Discovery устройство автоматически прописывается в Home Assistant. В сущности, как я и сказал, тут всего две. Бинарный сенсор движения и сенсор уровня сигнала. Очень не хватает уровня заряда, причем в датчике открытия он был. При этом проблема на уровне топика, тут тоже всего два атрибута, никакой информации об аккумуляторе нет. По умолчанию переход от состояния есть движение в состояние нет движения будет в течение полутора минут после обнаружения движения. Это видно в истории изменения топика. 90 секунд между статусами True и False. Если движение перед датчиком происходит постоянно, то топик обновляется чуть чаще, чем раз в минуту. Статус сенсора при этом остается неизменным. Так что если нужно отслеживать постоянное движение, то привязаться можно попробовать только к топику качества сигнала, который не всегда, но часто меняет свое значение при обновлении. Могу сказать, что ловить движение датчик довольно далеко. На мой взгляд он дальнобойнее датчиков Xiaomi Okara. В этом примере он мгновенно среагировал через коридор и хоу. Расстояние от меня до сенсора составило около 6 метров. При обнаружении движения на датчике срабатывает довольно яркий красный светодиод, так что есть и визуальный контроль его работы. Итак, к плюсам этого датчика можно отнести встроенный аккумулятор, возможность работы при подключении стационарного питания, дальнобойность и визуальный контроль при обнаружении движения, когда моргает красный светодиод. К минусам. Ну, во-первых, это большой размер. Второй минус, это его стоимость. Он стоит значительно дороже, чем датчики от Xiaomi Okara. И третий минус, надеюсь, его все-таки поправят, в том, что в интеграцию не отдается уровень заряда его аккумулятора. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok